всем большой большой привет спасибо что заглянули на мой канал я сегодня такая в красном в красном пиджаке с такими подплечниками и нет нет ни бабушки моей это пиджак мой купила недавно в заре это сейчас модно как вам такие пиджаки любите вообще пиджаки так долго сомневалась не знаю 300 лет хотела себе красный пиджак вот именно красный и вот она он очень мне нравится очень мне идет ну как я считаю а потом думаю ну куда вот красный ну возьми вот там вот был фисташковый куда угодно его можно выгуливать под любой образ пойдет а потом так думал блин юля но 300 лет ты уже хочешь этот пиджак ну купи уже не миллионы он стоит как говорится ладно это все такая лирика лирика давайте тема видео стоит ли говорить сколько ты зарабатываешь людям вот прям вот так честно как на духу если тебя спрашивают есть тебя не спрашивают вот просто хвастаться этим или наоборот прибедняться если меня спросили там несколько лет назад стоит ли я бы сказала что здесь такого меня если раньше спрашивали там какая у тебя зарплата сколько ты зарабатываешь я могла ответить для меня в этом не было ничего такого я даже наоборот как-то гордилась собой буду моя вот так могу взять и ответить другие они видимо какие-то эти слов и замки вот они в общем какие-то такие а я же все это не верю воду за почему я не должна говорить а что от того что скажу у меня отберут что ли мои деньги но ни в коем случае но сейчас мое мнение кардинально изменилось и сейчас я сама вот на этот вопрос напрямую сколько ты зарабатываешь не отвечаю и не советую вам так делать но только если вы знаете не работаете сетевом маркетинге и вам не нужно привлекать постоянно людей и своими вкусными этими чеками на 100 миллионов то не стоит объясню сейчас почему тут я конечно предлагаю сделать одно очень простое и незамысловатое упражнение вы просто представьте что например какой-то у вас есть пусть не друг потому что к другу и но если это настоящий друг как будто есть не настоящий в общем если ты настоящий друг ты к нему относишься априори хорошо понимающе пусть это будет какой-то знакомый пусть это будет знакомый который занимается примерно такой же работой как и вы и вот вы спрашиваете его или он сам говорит короче как-то вы узнаете сколько он зарабатывает и у вас есть ваша зарплата и зарплата его вот представьте что она выше что эта зарплата его выше чем ваша вы занимаетесь одним и тем же ну какие у вас будут эмоции а возможно какие-то единицы очень святые блаженные порадуются за него скажет тут молодец круто но это единицы более распространенное явление когда человек у человека все таки знаете вот что-то в сердечке как-то не очень будет приятно и подумает а почему вот так он не будет нам желать какого-то зла ему вот же сволочь но будут и такие но думаю большинство просто как-то подвода почему у меня меньше а чем он заслужил а чем он вообще достоин и отношение к этому человеку вот каким бы ты ни был бы там проработанным тыры-пыры но все равно те как-то ты потому что блин неприятно черт возьми как будто бы понимаете как будто это мои деньги то он получает но с какой вообще стать а у меня чё и появится какая-то неудовлетворенность так дожил как бы своей жизнью не тоже жил думал ну все хорошо у меня хватает мне на все а бывает что тебе не хватает на все а тут ты узнаешь что у кого-то больше это еще больше потрясения кто-то вообще этого человека возненавидит ну ладно это мы поняли если его зарплата больше а если меньше тут значит ну ты подумаешь что этот чек какой-то нера странный раз он не может за такую работу получать адекватную заработную плату значит как-то его обманывают значит какой-то он вот не знаю какой-то убогий так это он такой бедный это он такой жизнью значит живет и так далее то есть не то не то нехорошо и даже если равный доход все равно начнешь сравнивать а я больше работаю а я-то больше работаю а у меня-то опыта больше он за два года а я за 10 лет такую зарплату не так не сяк то есть начинаются вот эти вот вещи когда ты меряешься меряешься доходом я не хочу сказать что люди которые испытывают эти чувства не какие-то странные нет в том-то и дело это нормально все такие люди поэтому я просто не вижу смысла если вы как бы хотите чтобы отношение к вам как-то изменилось это русская рулетка вообще как это не от вас зависит то можете всем подряд рассказывать кто-то вас будет ненавидеть какие-то люди вдохновятся кстати возможно вами но смогут ли повторить они вашу историю успеха и получать также много денег и что будет потом это другой вопрос про то что бывает зависть ну зависть понимаете мы не можем контролировать то есть зависть я вообще опускаю то есть но понятное дело если у вас большие доходы вам будут завидовать ну как он я не призываю к тому чтобы знаете прибедняться и наоборот вот на вопросы как у тебя деньги так думать ой вот это еще скажу что у меня все хорошо это мне начнут завидовать скажу что у меня все плохо пусть меня пожалеют или что-то еще да нет просто не нужно обсуждать такие темы в принципе по этикету эта тема вы знаете наряду там с религией не является той которую вот так вот обсуждают это можно обсуждать с какими-то очень близкими проверенными людьми не нужно про это трубить везде повсюду конечно ваше дело у нас нас же рассуждал к поэтому мне будет интересно тоже послушать ваше мнение пишите пожалуйста в комментариях как вы считаете вот вы если вас спрашивают вы рассказываете сколько вы зарабатываете были ли у вас истории когда вот вы рассказали а потом пожалели вот вы заметили что человек стал вам завидовать вы потеряли на то что друга но какого-то знакомого с которым мы могли как-то провести время вам было хорошо и так далее теперь он как-то он как-то стал вас тихо ненавидеть так что делитесь пожалуйста в комментариях мне будет очень интересно почитать всем спасибо за внимание всем пока